Радио «Конан-Ново» Радио «Конан-Ново» Альцинсет. Ун. Ун. «Конан-Ново» Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Радио «Конан-Ново» 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 Надея дает мне силу, надея цикрыла життя Тильки на Бога, надея моя Тильки на Бога, надея моя Тильки на Бога, надея моя Надея дает мне силу, надея цикрыла життя Тильки на Бога, надея моя Тильки на Бога, надея моя Тильки на Бога, надея моя В огромном аэропорту в специальном павильоне царило напряженное молчание Часы на стене отсчитывали последние минуты Все было готово к встрече почетного гостя Ожидали прибытия короля Самолет приземлился Короля Саудовской Аравии встречали высшие должностные лица Соединенных Штатов Америки Ему были оказаны самые высокие почести Многие из присутствовавших впервые в жизни видели живого короля Развивающиеся экзотические одежды, большая свита, поклоны и формальности Все это было довольно непривычно для людей, выросших в демократической стране Король привез своего маленького сына, который нуждался в срочной медицинской помощи Болезнь была очень тяжелая и действенную помощь могли оказать только в Америке Несмотря на огромную власть, король был таким же человеком, как и мы Отцом, любящим своего сына и всей душой, желающим помочь ему В Библии мы читаем о прибытии другого царя Около двух тысяч лет тому назад царь небесный послал в наш мир своего сына Чтобы исцелять людей от болезней и страданий, причиненных грехом Прошло уже более двадцати столетий с тех пор, как Сын Божий покинул землю Но уходя, Он сказал Своим ученикам «Я приду опять» Христос не открыл день и час Своего второго пришествия Но Он назвал признаки этого времени, сказав, что мы узнаем, когда оно будет близко По событиям, происходящим в мире Вот как описывает Иисус состояние мира перед Своим вторым пришествием Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех Так будет и в пришествии Сына Человеческого Но как же было во дни Ноя, об этом повествует первая книга Библии «Бытие» И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле И что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время 6 глава, 5 стих Жители до потопного мира отвернулись от Господа Развращенность была причиной их гибели И сегодня мир идет тем же путем Нарушители Божьего закона наполняют землю преступлениями Они играют в опасные игры Ведут разгульную жизнь Потворствуют своим прихотям и необузданным страстям И все это переполняет мир неистовством В последней книге Библии в Откровении В 9 главе, 21 стихом Приводятся четыре греха последнего времени Вследствие которых землю постигнет Божий суд Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах Ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве Грехи, убийство, колдовство, разврат и воровство Особенно сильно характеризуют состояние мира в последние дни Кто наблюдает за моральной ситуацией в мире Тот приходит к выводу Что эти четыре греха сегодня актуальнее, чем когда-либо И являются знаком того, что день Господень приближается Рассмотрим каждый из них в отдельности Итак, первое – убийство Сегодня средства массовой информации Не перестают говорить о постоянных жестоких убийствах Люди убивают друг друга из-за своих корыстных целей Совершается масса терактов во многих странах Ведутся постоянные войны Ученые посчитали, что прошлый XX век является самым кровавым Больше всего войн, революций и вооруженных конфликтов Было именно в наше время Исследователи утверждают, что расходы на оборону и оружие во всем мире Впервые в истории превысили 1 триллион долларов Почти половина всех расходов на вооружение приходится на США Специалисты исследований в своем отчете обращают внимание Не только на оборонные расходы, но и на военные действия По данным исследователей, в мире ведутся 19 вооруженных конфликтов Вот некоторые из них Вьетнам, Афганистан, Куба, Корея, Ливан, сектор Газа, Персидский залив, Иран, Израиль, Косово, Чечня, Ирак При этом, как отмечается в докладе, только три из них – борьба с аль-Каидой И только два – конфликт в Дарфуре и война в Ираке – длятся менее 10 лет Еще ужаснее цифры, которые раскрывают сегодняшние теракты За последние пять лет их было больше, чем на протяжении всей истории Отличаются они также своей жестокостью Достаточно только вспомнить Всемирный торговый центр Московское метро, Беслан, Лондонские теракты А непрекращающиеся израильские теракты Сколько жизней унесли они? Согласно исследованию Университета Хайфы Более пятой части всех израильских евреев Потеряли в результате террористических актов Родственника или друга С сентября 2000 года 12% евреев, примерно один из восьми Стали свидетелями хотя бы одного террористического акта Или же видели раненых и убитых в результате террора Но ни одна война, никакие теракты не сравнятся с количеством жертв абортов Статистика говорит, что общее число легальных и нелегальных абортов во всем мире В 1968 году предположительно составляло 30 и 35 миллионов соответственно Сегодня ежегодно в мире делается предположительно 55 миллионов абортов Что означает каждую секунду более одного аборта Эти цифры настолько ошеломляющи, что не вмещаются в воображении И я думаю, что Фрэнсис Шейфер и Эверет Кур Не преувеличивали, когда говорили о бойне невинных Или как озаглавил свою потрясающую книгу Джон Пауэлл Аборт – молчаливое истребление Чтобы усилить свои доводы, автор этой книги предложил вниманию читателей Схему военных потерь, на которой каждый крестик Означает 50 тысяч убитых американских солдат Корейская и Вьетнамская войны имели по одному такому крестику Первая мировая война имела 2,5 крестика Вторая мировая война – 11 крестиков Но война с нерожденными была отмечена 240 крестиками Обозначающими 12 миллионов легальных абортов Зарегистрированных на начало 1981 года в Америке Сколько сегодня надо поставить таких крестиков? Наверное, тысячи Одним из главных признаков упадка Римской империи Было то, что нежелательных детей бросали на произвол судьбы То есть оставляли их, чтобы они умерли Можем ли мы заявлять, что мы находимся в меньшем упадке Лишь по той причине, что вместо мусорных свалок Наши нежелательные дети оказываются в клинической печи для кремации? Современные аборты даже хуже, чем древние традиции Бросать детей на произвол, потому что они стали коммерческой деятельностью А для некоторых врачей и клиник – очень прибыльной практикой Эвтаназия также беспрепятственно пробивает себе дорогу И все более становится легальным актом Второй нераскаянный грех последнего времени – колдовство Сегодня астрология – это развитой бизнес В США около 10 тысяч человек профессионально занимаются астрологией И свыше 175 тысяч уделяют и часть своего рабочего времени Более 2000 газет ежедневно публикуют гороскопы Количество американцев, доверяющих астрологам, выросло с 32 миллионов до половины населения страны Популярность астрологии проявляется повсеместно Астрологическую символику можно увидеть на теннисках, украшениях, скатертях в ресторане Гороскопы продаются в автоматах Оккультизм сегодня проникает в медицину, образование, спорт, музыку, искусство, политику, бизнес, религию и т.д. Его жуткое влияние мы наблюдаем и в детях, и юношах, молодых и старых, мужчинах и женщинах, великих и малых Его рабство страшно и безжалостно Это и есть кандалы дьявола, в которые он хочет заковать всех людей В одной христианской книге по этому вопросу я прочитала потрясающую статистику Я не могу ее все здесь показать, но некоторые фрагменты приведу В 1972 году в США было зарегистрировано 100 тысяч ведьм По странам СНГ разъезжает огромная армия экстрасенсов, целителей, колдунов, предсказателей, астрологов, гипнотизеров и многих других Многие политические деятели мира имеют своих личных астрологов Средства массовой информации предоставляют колдовство как нечто нормальное и забавное И большое ударение делают на подрастающее поколение Совсем недавно в детской среде кипели страсти по покемонам Не успели они утихнуть, как весь цивилизованный мир захлестнула потеромания Сегодня многие называют серию книг о Гарри Поттере новой звездой в детской литературе Почти каждый школьник читал книгу о Гарри Поттере Многие дети с интересом смотрят о нем фильмы Покупают книги-раскраски и наклейки с изображением любимого героя Сатанинский мальчик с невероятной силой внедряется в мозги наших детей И последствия не заставляют ждать Совсем недавно 20 российских школьников отравились медным купоросом Который предприимчивый старшеклассник продал им под видом голубого волшебного порошка Из книги о приключениях Гарри Поттера Слава Богу не насмерть Но тупая вера, если это можно назвать верой В небожьи чудеса настораживает и пугает Проведенные в США исследования показали Что многие подростки после прочтения книг и просмотра фильмов о Гарри Поттере Начинают всерьез интересоваться колдовством и эзотерикой Исследование выявило, что 41% подростков Либо читали, либо смотрели истории о происхождении Гарри Поттера В результате этого 12% респондентов всерьез увлеклись оккультизмом и черной магией Колдовство для детей и подростков Кто ранее слышал о таком? Вот поэтому я с полным основанием называю оккультное глобальное наступление признаком последнего времени А Библия конкретно и категорически определяет Мерзок перед Господом всякий, делающий это В тишине Ты нужен мне Я потянусь Прекрасной звезде Ты нужен мне В тоске и во сне Когда я боюсь Когда плачу, смеюсь Ты нужен мне Когда ветер и дождь Когда солнце, туман Ты любви океан Дай же я прикоснусь Мой любимый к тебе Ты нужен мне Ты ведь сердце мое постучал Сам сломал все замки и накрыл там столы Я тебя не нашел, ты меня отыскал Ты желание мое Ты прекрасней мечты Ты ведь сердце мое постучал Сам сломал все замки и накрыл там столы Ты меня разбудил, прикоснулся ко мне Ты нужен 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 мне Субтитры создавал DimaTorzok Мы рассказывали о тех побережьях, которые знаем мы, а они делились своими открытиями. Один берег особенно привлекал их интерес. К нему трудно добираться, но это очень красивое место. Многие туристы желали там отдыхать, но с прошлого года это стало невозможным. Этот берег теперь принадлежит нудистам и наркоманам. Они были там и раньше, но их было совсем мало, и можно было неподалеку отдыхать остальным людям. Но сейчас они расширились так, что заняли все побережье. И это не единственный факт того, что разврат прогрессирует. Британские военно-морские силы помещают объявления в прессе для голубых, чтобы вербовать на службу также и подрастающие поколения гомосексуалистов. До 2000 года солдаты-гомосексуалисты военно-морских сил увольнялись из армии. Теперь военно-морской флот заявляет, что им будут рады. Поэтому ВМФ сотрудничает с одним из союзов гомосексуалистов. О том, что гомосексуализм сегодня процветает во всех странах, говорит и тот факт, что повсеместно для таких людей проводятся фестивали, парады и массовые демонстрации. Приведу один пример. В Иерусалиме в этом году был гей-фестиваль под девизом «Любовь без границ», где собирались израильтяне, палестинцы и гости со всего мира. Цель этого фестиваля – защитить на Ближнем Востоке и за его пределами провали избиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. В результате таких многочисленных парадов теперь в некоторых странах однополые браки законно регистрируются. А о чем сегодня кричит мода? Мне кажется, что девиз сегодняшней молодежи гласит «Чем больше ты разденешься, тем ты круче». И это процветает как на экранах и в печатной продукции, так и на деле. Каждый раз, проходя мимо киосков и лотков с печатной продукцией, невольно морщишься. И даже если хотелось что-то купить, то желание пропало от вида огромного количества неприличных и наглых изображений, одни голые тела и развратные фотографии. Однако порнография заполнила не только журналы, а на везде, и на рекламных счетах, и на экранах телевизоров, и в интернете, и даже предлагается пользователям мобильных телефонов. Она доступна и взрослым, и детям. И хуже всего то, что это уже норма в нашем обществе. Никто не хочет задуматься над тем, что все это особенно опасно для подростков и детей, поскольку пропагандируют сексуальную распущенность, нанося большой вред и доводя детей до зависимости от порнографии и беспорядочного секса. «А что тут задумываться, скажете вы? Мы знаем, что наши дети уже в 10-11 лет имеют половые связи. Что поделаешь, мир сегодня таков. Сегодня развращенность и похоть почти в каждом доме, в семье, на работе, в культуре, на улице». Недавно услышала, как одна женщина рассказывала подруге о своей жизни. Ее муж займел себе любовницу, и чтобы не обидеть свою супругу и не разводиться с ней, разрешил и ей иметь любовника. Теперь каждый из них в открытую встречается с другим, и все на своих местах. На своих местах я была сначала просто шокирована этим, но потом вспомнила слова Библии, характеризующие последнее время, и не раскаялись они в блудодеянии своем. И последнее – воровство или мошенничество. «Не буду здесь приводить никакие цифры. Вы и так довольно слышите об этом в каждодневных новостях, на работе, от соседей и друзей. Часто можно услышать «у меня вытянули кошелек». Один из министров обворовал страну и скрылся за границей. И не считаем это великим грехом, ведь все так живут в нашей стране. Верно сказал Лютер о том, что никакое ремесло в мире не распространено столь широко, как воровство, что оно настолько распространенный и всеобщий порог, которые, однако, так мало замечают, что если бы повесить всех воров, которые не хотят называться таковыми, мир бы опустел, и не хватило бы ни виселиц, ни палачей. И так же, как и все остальные вышеперечисленные грехи, этот грех последнего времени сегодня считается более или менее нормальным и терпимым явлением. Едва ли кого это шокирует. В мире это уже норма, и люди не хотят склониться перед Богом и раскаяться в этих грехах. Но именно такое отношение к этим четырем грехам и является признаком последнего времени. Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве. Однако сегодня еще есть время раскаяться. Бог продлевает время благодати и ждет. Господь не откладывает исполнение обещания своего, как считают некоторые. Он лишь проявляет к вам терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения. Наоборот, он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Бог все еще зовет и ждет вас. Предлагает прощение, имеющее силу для каждого человека, кто с верой придет к Иисусу. Но время благодати пройдет, и день Господень, день суда приближается. Как встретишь ты его, дорогой друг? Медлить нельзя. Сегодня время принять дар Божьего прощения, склониться перед ним и раскаяться во всех своих грехах. Поспеши, дорогой слушатель, не опоздай. После того, как Христос описал признаки своего пришествия, Он сказал, «Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь». Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения и действовал, избегал судов, постигавших непокорных и неверных. Так и сегодня нам дано предупреждение о втором пришествии Христа и о грядущей гибели всего мира. Кто внемлет предостережению и пойдет за Богом, тот будет спасен. Христос грядет, еще совсем немного, и узрит око всякое Его. И те, кто нынче отвергают Бога, и те, кто в злобе распяли Его. Христос грядет, нет, не в венце терновом, чтоб на Голгофе вновь за нас страдать. Грядет Он вечной славой коронован, чтоб на земле искупленных собрать. Где будем мы с тобой в тот час прекрасный? День торжества, победы над грехом. День встречи победителей, день счастья всех тех, кто шел лишь за Христом. Кто ближнего любя в самозабвении, закон Творца всем сердцем свято чтил. Кто зависть и вражду в святом смирении, как пламя чуждое любовью гасил. Не побежим ли мы к горам и камням, чтоб скрыли нас от Божьего лица, предавшись страху, позабыв о главном в сознании печального конца. Мой друг, спеши, пока еще ты вправе расстаться в жизни со своим грехом и встретишь Иисуса в дивной славе, сияющим от радости лицом. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Придет наш спаситель, уже не учитель, он грозный судья. Мой друг, ободри же, мой друг, приготовься, чтоб встретить царя. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Последнее время, тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В заботах житейских почти незаметен, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху растления встречает земля. В эфире детская передача «Девятьсот секунд». Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. И мы продолжаем вместе с вами узнавать больше об истории христианства. Здравствуйте, Аня! Я услышал сегодня такое странное слово. Даже не знаю, что оно может значить. Знаю только, что мои родители никогда такого не говорят. И что это за слово? Босяка. Да, это не очень хорошее слово. Так называли бедняков и нищих, которые ходили босиком. Но теперь так говорят о людях низшего сословия, недостойных. А кто же сказал его, Андрюш? Сегодня после уроков мы лазили по деревьям. Но тут пришла Юрика, мама, забрала его и сказала, «Нечего тебе с босяками общаться. Они тебе не ровнее». А почему? Что случилось? Пару недель назад он пришел к нам и сказал, что его папа теперь большой начальник. И они переезжают в новый красивый дом. Потом его стали возить в школу на папиной служебной машине. А еще Вовка сказал, что скоро его вообще заберут в элитную школу. Да, бедный мальчик. Теперь ему запрещают лазить по деревьям. А он так это любил. Знаешь, Андрюша, так иногда случается не только с людьми. Так же было и с христианством, когда ему дали хорошее положение в обществе и поселили в новых красивых домах-храмах. Не может быть! Да. Сейчас я расскажу тебе, как христианство оказалось на троне. Рим постоянно воевал. За деньги, власть и территорию. Бывало, что в разных частях империи провозглашали императорами знаменитых полководцев. И тогда неизбежно начиналась гражданская война. Так произошло и в начале 4 века, когда император Константин выступил войной против императора Максенция. У Константина было намного меньше войск, чем у Максенция, который к тому же засел за крепкими крепостными стенами Рима. Одержать победу в таких условиях было почти невозможно. И наверняка Константин ждал чуда или сверхъестественной помощи. Как-то в полдень, когда войска готовились к сражению, Константин и его свита увидели на небе знак креста и надпись «Этим побеждай». Император недоумевал. Он не был христианином, но его друзья много рассказывали ему о Христе. Следующей ночью он увидел сон, в котором Христос обещал ему победу. Тогда Константин сделал знамена с изображением креста и монограммой имени Иисуса, которую видел у христиан, и вступил в бой, ожидая помощи от Господа. Максенцию языческие жрецы тоже предсказывали победу, если он выйдет за стены города. Он так и сделал. Но его войско было полностью разгромлено, а сам он был убит в этом бою. Все это убедило Константина в силе Христа. И в 312 году он публично объявил себя христианином. Вот молодец Константин! Настоящий воин! Конечно, это только Христос мог дать ему такую победу. Да, Андрюша. Воином и государственным деятелем Константин был прекрасным. И теперь, если сам император стал христианином, то, конечно, все гонения прекратились. Ты прав. Эпоха гонений для христиан с 4 века прекратилась. О, как хорошо! Да, это действительно было хорошо. Но не все так думают. Например, великий поэт Данте написал. О, Константин! Каким несчастьем миру ни к истине приход твой был чреват! А почему несчастьем миру? Данте жил почти через 10 столетий после Константина и видел, к чему привело господствующее положение церкви. Оно принесло много хорошего. Были уничтожены безжалостные нравы язычества, но при этом само христианство исказилось довольно сильно. После победы над Максенцием Константин приблизил к себе христиан, дал им самое лучшее место в своем дворце, сделал христианских епископов своими советниками. Положение христиан с этого времени полностью изменилось. Из гонимого меньшинства они стали царствующим большинством. Теперь никто не смел угрожать им. Наоборот, христиане сами стали уничтожать языческих идолов и их храмы-капище. Например, главный александрийский храм Серапиум, посвященный покровителю города богу Серапису, был разрушен христианами в 391 году под руководством епископа Феофила. Так и мы нужны этим язычникам. Нет, Андрюша, не говори так. Иисус не учил действовать силой. Но ведь вы сами рассказывали, как Бог приказал евреям разрушить всех идолов в Израиле. Да, в Ветхом Завете так было, но Христос учил побеждать любовью, хотя христиане это, к сожалению, быстро забыли. Неужели надо было терпеть язычников, которые убивали христиан и приносили человеческие жертвы? Да, дружок. Христиане ведь победили Римскую империю любовью, а не силой, милостью и самопожертвованием, а не приказом и насилием. Да, но с помощью императора они сделали гораздо больше. Количественно, да. Историки говорят, что к началу правления Константина в начале 4 века христиан было около 10% населения империи, а к концу этого века их стало около 90%. Ну вот видите, хорошо, что император стал христианином. И да, и нет. Христианство быстро росло, но теряло свою силу. К сожалению, царственное положение плохо повлияло и на служителей церкви, и на многих рядовых христиан. Они стали больше думать о роскоши, выгоде в бизнесе и о материальных удобствах, чем о Христе и его царстве. Начиная с 4 века христианство стало массовым. Оно соединилось с государством, и ему пришлось принять его нравы и порядки. Хотя Христос говорил, что церковь должна быть отделена от государства. Конечно, оно стало красивым и богатым, но потеряло простоту и нередкой верность. То есть за удобство и благополучие пришлось расплачиваться свободой и искренностью. В 330 году Константин перенес столицу своей империи, которая тогда охватывала почти весь мир, в новый город на востоке, на берегу Босфора, который в честь его назвали Константинополь. Сейчас это город Стамбул. Когда его построили, там практически не было языческих храмов, а стояли только христианские знаки и святыни. Это место стало настоящей христианской столицей. А Константин по-настоящему стал христианином? Это непростой вопрос. В православии его считают равноапостольным, потому что он соединил церковь и государство, что многим людям кажется большим достоинством. Но жизнь его мало изменилась после обращения. Похоже, что он принял христианство только разумом, как император, которому Христос даровал особые полномочия, но не как грешник, которому нужно личное спасение. Но ведь это неправильно! Конечно, он и крещение принял только перед самой смертью, а всю жизнь готовился к нему. Ему, наверное, хотелось прежде всего здесь, на земле, утвердить свое царство. Но Господь учил, что даже если весь мир приобретешь, а душе своей навредишь, то ты несчастнейший из людей. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Так и получилось с императором и всеми ненастоящими христианами. Сатана, враг Божий, стал использовать их в своих целях и разрушил настоящую веру. Он не смог истребить верующих, когда были гонения, поэтому подошел с другой стороны, дал им власть и богатство, попал внутрь церкви и разрушил настоящую веру и любовь. Но Бог никогда не позволял дьяволу полностью погубить христиан, поэтому и настоящие верующие, которые не стремились к славе и деньгам, тоже оставались на земле, хотя они были очень бедными по сравнению с императором и его вельможами. Сейчас у нас похожая ситуация. Очень многие христиане тоже стремятся разбогатеть и прославиться, хотят хорошо пожить на земле и забывают слова Иисуса Христа, которые Он сказал своему врагу и искусителю. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Это значит, что нужно заботиться не только о том, чтобы покушать, но и не забывать о Библии и молитве. Ну и, конечно же, никогда нельзя никого силой принуждать стать христианином и тем более убивать язычников. Ну а что было дальше с настоящими христианами, вы услышите в следующий раз. Ждите продолжение истории через неделю. Материал по истории взят из книги Сергея Санникова «История христианства для детей». До свидания и Божьих вам благословений! Наш корабль плывет по бескрайним морям, Наш корабль ведет чудный наш капитан. Солнце правда встает, Свежий ветер несет в ту страну, где живет. Наш Отец и Господь паруса надежды наполняет, как прежде. Свежий ветер скот, свежий ветер скот. Паруса надежды, как святые одежды, Дарит нам Господь, чудный наш Господь. Наш корабль плывет по бескрайним морям, Наш корабль ведет чудный наш капитан. Солнце правда встает, Свежий ветер несет в ту страну, где живет. Наш Отец и Господь паруса надежды наполняет, как прежде. Свежий ветер скот, свежий ветер скот. Паруса надежды, как святые одежды, Дарит нам Господь, чудный наш Господь. Паруса надежды наполняет, как прежде. Свежий ветер скот, свежий ветер скот. Паруса надежды, как святые одежды, Дарит нам Господь, чудный наш Господь. Наш Бог надежды, наш Бог надежды, Он, как и прежде, с нами всегда. Наш Бог надежды, наш Бог надежды, Он, как и прежде, с нами всегда. Паруса надежды, наполняет, как прежде. Свежий ветер скот, свежий ветер скот. Паруса надежды, как святые одежды, Дарит нам Господь, чудный наш Господь. Дарит нам Господь, чудный наш Господь. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Каррер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!